В эфире телекомпания «Город» программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях начальник управления Министерства юстиции Российской Федерации Паризанской области Олег Севастьянов. Олег Владимирович, расскажите, пожалуйста, об основных направлениях деятельности Вашего управления. Добрый день, уважаемые телезрители. Что бы хотелось сказать. Управление, соответственно, своим положением осуществляет достаточно широкий спектр действий, связанных непосредственно к тому, с тем, что касается практически всех граждан нашей Рязанской области. Здесь необходимо сказать, что основное, чем мы занимаемся, это обеспечение единого правового пространства на территории Рязанской области. Под единым правовым пространством понимается то, что управление ведет регистры нормативно-правовых актов, которые принимаются в области. Мы их проверяем на соответствие федеральному законодательству и вносим в эту базу. База сейчас доступна. К нам приезжали представители Министерства юстиции. Они хотят ее сделать, чтобы она была более широко популярна и можно было пользоваться практически всем заинтересованным гражданам. А как Вы взаимодействуете с населением? Какие у них самые популярные услуги Вашего управления? Ну, понятно, что контрольные функции, которые мы осуществляем, либо та работа, с которой с некоммерческими организациями для населения, они опосредованы. То есть население затрагивает уже непосредственно через них. А непосредственно в управлении мы осуществляем часть действий, которые связаны с работой с населением. Для из наиболее популярных это проставление о постели. Это специальный штамп, который проставляется на документы, которые подлежат вывозу за пределы Российской Федерации. Для чего это надо? Ну, человек в силу тех или иных причин выезжает, например, куда-то в зарубежную страну. И если она входит в состав конвенции, там существует конвенция, список стран, для того, чтобы проще было какие-то документы представить органы этой страны, уже переведенные на язык этого государства, для того, чтобы с ними можно было работать, нужен вот этот штамп. Сейчас ведется работа тоже в Министерстве инвестиций о том, что будет совести реестр постели в электронном виде. То есть мы будем вносить его здесь, и когда они будут приезжать, для того, чтобы иностранный чиновник или тот лицо, который получает этот документ, могло проверить, соответствует ли он действительности, настоящий ли этот документ, он может выйти в интернет, посмотреть на сайте, и там все это будет. Вот мы над этим работаем и надеемся, что это будет. То есть только у вас можно сделать вот этот опостиль? Нет, опостиль проставляется в достаточно большом количестве государственных органов и ведомств, но у нас мы работаем с нотариальными копиями, в принципе, здесь эта тема, можно сказать, для отдельной беседы. Мы просто говорим тем, чем мы занимаемся сейчас. А как вы сотрудничаете с другими управлениями, ведомствами, с какими? Вот здесь у нас хотелось бы сказать, что на территории Рязанской области к Министерству юстиции относятся еще несколько таких ведомств значимых. Это службы судебных приставов, управление ФСИН, то есть исполнение наказаний. И мы с ними сотрудничаем. Сотрудничаем в рамках, которые к нам отнесены. Это в основном, это Координационный совет. У нас при управлении Действительного кондиционного совета, где мы встречаемся, обсуждаем какие-то проблемы, вопросы, которые являются значимыми. Помимо перечисленного уже, я знаю, что вы тесно взаимодействуете с нотариусами, адвокатами. Вот в каком формате, расскажите? Может быть, какие-то проверки? Да, это у нас есть. Мы осуществляем контрольный надзор за деятельность адвокатов. С нотариусами мы, так сказать, более тесно взаимодействуем, потому что в сфере наших полномочий здесь у нас есть право проведения проверок нотариальным делопроизводством. Нотариус, который занимает частные практики. Здесь необходимо отметить, что основная масса нотариусов на территории практически всей Российской Федерации, это частно протекущие нотариусы, они имеют лицензию, действуют в рамках нашего нотариального округа, территории субъекта. У нас сейчас порядка 70 нотариусов на территории Рязанской области. В принципе, они все состоят в Рязанской областной нотариальной палате. У нас, мы считаем, нормальные отношения с нашей палатой нотариальной. Мы находим взаимопонимание по тем вопросам, которые возникают. Хотелось бы им тоже поблагодарить, сказать, что мы надеемся на то, что и в дальнейшем так будет. Здесь, что бы хотелось отметить, сейчас нотариат перетерпевает определенные метафосы. Он переходит, идет переход к более усложненной деятельности нотариуса в работе с электронными документами, работе с электронными базами, работе с недвижимостью в том или ином виде. И здесь Минюст тоже активно играет свою роль. И мы в меру своих возможностей также помогаем нашим нотариусам для того, чтобы это происходило в интересах граждан, чтобы не было проблем, чтобы те, так сказать, новые полномочия и новые функции, которые добавляются нотариату, они осуществлялись так, как необходимо. То есть вы как-то помогаете? Да, мы взаимодействуем, да, мы их контролируем в той или иной сфере. Что касается органов ЗАГС, как вы взаимодействуете, именно вот, может быть, какие вопросы решаются? Ну, вопросы, это в основном те вопросы возникают, которые у нас в ходе проверок, да, там возникают проблемы, выявляются какие-то нарушения, мы... Органов ЗАГС. Да, органов ЗАГС. Мы эти нарушения, так сказать, отражаем в своих актах, справках, и, соответственно, взаимодействуем для того, чтобы этого не было, чтобы та практика работы органов ЗАГС, она соответствовала закону и была, так сказать, в интересах граждан. То есть вы контролируете, да? Да, контролируем, да, контролируем. Что касается итогов за это полугодие, вот скажите мне, какие есть, может быть, цифры интересные для наших граждан? Ну, здесь сложно сказать, вот как они, эти цифры интересные, да. То, что у нас было проведено 10 проверок натурального производства, совместно с натуральной палатой. Были выявлены нарушения? Ну, они выявляются, но здесь, что бы хотелось сказать, у нас же функция, она сужена, это дело производства, да, то есть дело производства, это там практически у каждого у нас в силу тех или иных причин возникают какие-то проблемы, да, они не носят такого, мягко скажем, грубого характера. Ну, бывают все ошибаются. То есть просто в этом надо устранить? Да, просто надо устранить, в принципе, вот те нотариусы, которых мы проверяем, они относятся к пониманию, да. И эти проверки служат во многом превентивный характер, для того, чтобы в дальнейшем это не переросло во что-то более, так сказать, грубое, плохое. Для того, чтобы человек работал так, как он должен работать, в связи с тем, что носит высокое звание нотариуса. Также с органами ЗАГС и всех, кого вы проверяете. Да, да, то есть вот у нас было четыре проверки органов ЗАГС, выдано одно предписание об устранении нарушений. То есть, да, здесь бывают такие. В основном это связано с тем, что текучесть кадров бывает, и приходят люди, которые не готовы к данной работе. Она носит во многом сложный характер, в связи с тем, что объем большой, законодательство достаточно у нас меняется часто и быстро. Надеемся, что в дальнейшем у нас все будет лучше. Опостели у нас, вот если остановиться на опостелях, было просто на 42 документах. На 42? Да, на 42. Ну, сколько есть. Так надо, да? Да, сколько лиц. Мы же не можем как-то влиять на это. Люди обращаются, мы им проставляем и делаем. А что касается проверки нормативных правовых актов на территории Рязанской области, вот сколько было проверено, может быть? Ну, здесь мы что можем сказать. У нас было 154 заключения по проектам нормативных правовых актов. Из них 16 нормативных правовых актов были приведены в соответствии с федеральным законодательством. Это выявлялись раньше несоответствия. Здесь мы тесно взаимодействуем с нашей прокуратурой, находим точки, так сказать, понимания и вместе работаем над тем, что все законодательство, которое действует на территории Рязанской области, оно соответствовало действующему законодательству федеральному. Олег Владимирович, спасибо, что вы пришли. Ну, мы рады, что нас пригласили. Мы готовы к взаимодействию. Это вам тоже большая благодарность от лица управления. Мы готовы более широко рассказывать о своей деятельности. Наше же мнение, опять же, что нам есть о чем рассказывать. И надеемся на дальнейшее, так сказать, плодотворное сотрудничество. Большое спасибо. Хорошо, спасибо. У нас в гостях был начальник управления Министерства юстиции Российской Федерации Рязанской области Олег Севастьянов. До встречи, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова